Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги, председатели. Сегодня я расскажу о сложностях диагностики малых форм почечно-клеточного рака. Что же такое малое образование почки? Под этим термином в литературе, как правило, понимают образование наибольшим размером до 3 см. Однако некоторые авторы рассматривают образование до 4 см, что соответствует Т1А стадии при ТНМ-классификации почечно-клеточного рака. В структуре малых образований почки доброкачественные занимают по различным источникам от 20 до 40% случаев. Почечно-клеточный рак составляет до 2% злокачественных новообразований, при этом занимает 9 место у мужчин и 14 место у женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 60-70 лет, преобладает у мужчин. Ежегодная заболеваемость увеличивается и в 2018 году составила 400 тысяч человек, когда раньше фиксировались значения до 200 тысяч человек. Почечно-клеточный рак также является наиболее летальным из урологических раков. Заболеваемость наблюдается более высокой в развитых странах. Факторами риска являются курение, ожирение и артериальная гипертензия. Почечно-клеточный рак представляет собой гетерогенную группу, которая включает светло-клеточный рак, это 70-80% всех раков почки, папиллярный рак 10-15%, хромофобный рак до 5% и другие более редко встречающиеся раки, составляющие 1-5%. Рассмотрим для начала общую марсимеотику различных типов почечно-клеточного рака. Светло-клеточный рак, как правило, имеет экзофитный рост и гетерогенную структуру. Конечно, гетерогенную структуру, как правило, наблюдается в более крупных образованиях, связанных с появлением некрозов, кровоизлияний, кистозной дегенерации. На Т2-звешенных изображениях светло-клеточные раки имеют изо- или гиперинтенсивный имморсигнал. На Т1 они гиперинтенсивны, могут содержать включение микроскопического жира, что мы можем выявить на дуэхо, в противофазу, и характеризуются признаками ограничения диффузии. При внутриведном контрастировании характерен гиперваскулярный тип накопления парамагнетика. На данном слайде представлен случай, взятый из литературы. Небольшое образование, подтвержденный светлоклеточный рак. Мы видим признаки ограничения диффузии в данном образовании. В данном случае образование несколько больше. Мы видим микроскопический жир в структуре, неоднородную структуру на Т2-звешенных изображениях, умеренное снижение сигнала на карте измеряемого коэффициента диффузии и гиперваскулярный тип контрастирования. Рядом обычная киста. Папиллярный рак. Чаще однородная структура, имеет гипоинтенсивный сигнал как на Т2, так и на Т1. Конечно же, я говорю снова о малых образованиях. Часто можно выявить гипоинтенсивный ободок, который на Т2 еще более гипоинтенсивный, чем само образование. Также характеризуется ограничением диффузии и имеет гиповаскулярный тип контрастирования. Кроме того, встречается кистозная форма папиллярного рака, которая часто может содержать геморрагическое содержимое и характеризуется гипоинтенсивным сигналом на Т1 в свежих изображениях. Случай папиллярного рака, взятый из литературы. Мы видим также явное ограничение диффузии, несколько неоднородную структуру образования, где можно различить гипоинтенсивный ободок по периферии. Хромофобный рак, чаще однородной структуры, может иметь центральный звездочный рубец, опять-таки описанный, как правило, при более крупных размерах. На Т2 и Т1 он изо- или гипоинтенсивный, также, как и остальные, характеризуется ограничением диффузии. Тип контрастирования вариабельный, может быть интенсивное или умеренное усиление. В данном примере, к сожалению, я не нашла изображение диффузионно-извешенные или измеряемого коэффициента диффузии, но зато здесь можно даже при небольшом размере образования разглядеть центральный рубец, который имеет повышенный сигнал на Т2 и характерно умеренный тип накопления. С чем же нам следует дифференцировать почечноклеточный рак? Это, прежде всего, доброкачественные образования, такие как онкоцитома и ангиомиолипома. Онкоцитома также может иметь центральный рубец, ее, как правило, сложно дифференцировать от хромофобного рака, но, опять же, это для более крупных образований. Малые образования могут быть однородными. На Т2 это умеренно гиперинтенсивный сигнал, на Т1 – изо- или гипоинтенсивный сигнал. Гиперваскулярный тип накопления также может быть умеренное усиление сигнала в кортикомодулярную фазу и ограничение диффузии, опять-таки, как и при всех предыдущих. Ангиомиолипома выделяют содержащую жир и с минимальным содержанием жира ангиомиолипома. В зависимости от этого различаются паттерны на различных импульсных последовательностях и тип накопления. Соответственно, для ангиомиолипома с минимальным содержанием жира характерен гиперинтенсивный сигнал на Т2, на Т1 и ограничение диффузии. Ангиомиолипома с содержанием жира может содержать микроскопический, внутриклеточный жир или макроскопический жир. Кроме того, малое образование почек следует дифференцировать с неопухолевыми поражениями, такими как очаговый пилонефрит, абстез, инфаркт, но в данной лекции мы их рассматривать не будем. Данные изменения характеризуются соответствующими анамнистическими клинико-лабораторными изменениями. И также редко, но встречаются метастазы в почку, как правило, это раки надпочечника легкого молочной железы. Чаще всего известна первичная опухоль, и в половине случаев метастазы являются двусторонними и появляются уже после того, когда есть гематогены и метастазы в другие органы. Чаще также возникают на границе корково-мозгового вещества. На данном слайде представлен пример онкоцитомы. Мы видим гиперинтенсивный сигнал на диффузионных взвешенных изображениях, гиперинтенсивный на Т2 и гипо на Т1. Ангиомиолипома с низким содержанием жира также характеризуется ограничением диффузии, имеет гиперинтенсивный сигнал на Т2-звешенных изображениях. Что же касается МР-диффузии или МРТ всего тела? Следует сделать оговорку, что в нашем учреждении как МРТ всего тела, так и совмещенное ПЭТ-КТ используется прежде всего у пациентов с уже известным онкологическим анамнезом для поиска метастазов и стадирования опухоли, а также при ранее выявленных метастазах для поиска первичной опухоли и оценки эффективности лечения. То есть и в том, и в другом случае малые формы почечно-клеточного рака или малое образование почки являются, конечно же, случайными находками, но тем не менее они должны быть описаны и следует как-то помочь клиницисту с дальнейшей тактикой обследования и ведения пациента. Мы проводим исследование на томографии General Electric с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Получаем диффузионно-взвешенное изображение в аксиальной плоскости с толщиной срезой 5 мм с последующим построением карт измеряемого коэффициента диффузии. Стир в корональной плоскости, Т1 в корональной плоскости с толщиной срезой 7 мм и Фиестов-Ацет в аксиальной плоскости с толщиной срезой 5 мм. Итак, если мы при нашем ограниченном наборе импульсных последовательностей, полученных при мэр-диффузии всего тела, выявили в почке небольшое образование с признаками ограничения диффузии. Следующим этапом является оценка Т1 взвешенных изображений. Если образование имеет гиперинтенсивный сигнал, то это может быть киста с геморрагическим содержимым. Для нее также возможны ограничения диффузии, несмотря на то, что это не солидное образование. Либо же это может быть популярный почно-клеточный рак и его кистозная форма. Если же на Т1 сигнал гипо- или изоинтенсивный, так как у нас нет и два взвешенных изображения, мы можем посмотреть на Фиестов-Ацет. Если сигнал гипоинтенсивный, то, как правило, это будет популярный почно-клеточный рак или ангиомиолипомы с низким содержанием жира. Также, конечно, с большим содержанием жира на Фиестов-Ацет тоже будет снижение сигнала. Но, как правило, именно ангиомиолипомы с высоким содержанием жира не являются трудностью в диагностике при КТ и МРТ. Если сигнал повышен в Фиестов-Ацет, то, скорее всего, это будет онкоцитома или светоклеточный почно-клеточный рак. Однако, в любом случае, мы не можем достоверно высказаться о форме почно-клеточного рака или вообще о том, доброкачественное это заболевание или злокачественное. Мы можем лишь предположить дифференциальный ряд. И желательно отправить пациента в данном случае надо обследование с внутривенно-болюстным контрастированием. Количественная оценка диффузионно-взвешенных соображений с целью дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных образований, а также подтипов почно-клеточного рака. В литературе существует достаточно большое количество публикаций на эту тему, но следует отметить, что во многих из них наблюдаются противоречивые результаты и, кроме того, практически во всех наблюдается перекрытие полученных коэффициентов диффузии для различных образований. Я хотела рассказать о наиболее крупных и современных исследованиях, как, например, это исследование. Проведен метаанализ 17 исследований, уже ранее опубликованных. За несколько лет было исследовано 764 случая очаговых образований почек. При этом авторы сделали следующие выводы, что выявлены статистически значимые различия между значениями измеряемого коэффициента диффузии и между доброкачественными и злокачественными образованиями. Измерение коэффициента диффузии позволяет дифференцировать онкоцитомы от ангиомиолипом, почно-клеточного рака и уэпитериального рака. Злокачественные поражения имели более низкие значения измеряемого коэффициента диффузии, который равнялся около 1,5 плюс-минус 0,1 на 10-3 мм на секунду в квадратную, чем большинство доброкачественных поражений, где коэффициент диффузии был значимо выше. Также они отмечают, что наименьший коэффициент диффузии был при уроэпитериальных опухолях. И есть оговорка, что в доброкачественные заболевания они включали ангиомиолипомы, но в основном с высоким содержанием жира, то есть с более высоким коэффициентом диффузии. Оценить же достоверное различие коэффициента диффузии между ангиомиолипомами с низким содержанием жира и почно-клеточным раком им не удалось. Следующая публикация, это метаанализ, также в случаях уже ранее опубликованных, они показали, что чувствительность эмородиффузии в диагностике злокачественных образований почки составляет 86%, специфичность 78%. Следующая публикация, там были разделены случаи почно-клеточного рака на группы в зависимости от подтипа, и были получены результаты, что значение коэффициента диффузии выше для светло-клеточного рака по сравнению с популярным раком и хромофобным раком. Еще одно наблюдение, там авторы, скажем, пошли дальше и взяли только малое образование почки, делая акцент на то, что при больших чаще опухоль имеет гетерогенную структуру, и там сложнее определить коэффициент диффузии, к тому же нет стандартизированного подхода, должны ли мы определять один, ро или несколько, и какая должна быть его площадь, следует ли измерять коэффициент диффузии во всей опухоли сразу или в какой-то отдельной ее части. Поэтому они выбрали только небольшие образования, которые, как правило, были гомогенными, и получили следующие результаты, что онкоцитомы имели более высокое значение измеряемого коэффициента диффузии в сравнении с почечноклеточным раком, и при этом не светлоклеточные раки имели более низкие значения в сравнении со светлоклеточными. Пороговое значение составляло 1,2. Наиболее низкие значения оказались у ангиомиолипом с низким содержанием жира. Что касается совмещенной ПЭТ-КТ, в нашем учреждении проводились исследования на томографе Симминса с указанной дозой радиофармпрепарата, а также дозой и скоростью введения рентгенконтрастного вещества, после чего была произведена визуальная оценка изображений, где можно было оценить локализацию, размеры образования, интенсивность накопления радиофармпрепарата, а также полуколичественное с вычислением стандартизированного уровня накопления или СЮВ. По данным литературы, почечноклеточная карцинома демонстрирует различные уровни поглощения фтордезоксиглюкозы, начиная от сходного с фоновой почечной паренхемой до выраженного поглощения. В результате экскреции радиофармпрепарата через почки затруднительно дифференцировать почечноклеточный рак на фоне нормальной почечной ткани. В целом, доброкачественное образование не демонстрирует гиперфиксации радиофармпрепарата, однако в литературе есть несколько публикаций об анкоцитомах с гиперметополизмом глюкозы. Также существует несколько публикаций, подтверждающих, что поглощение фтордезоксиглюкоза может отличаться различными дискологическими типами. При этом при папиллярном раке чувствительность составила 100%, при светлоклеточном 75%. Кроме того, ряд публикаций говорит о том, что нет существенной разницы между значениями СЮВ при первичных и метастатических опухолях. Все это вводит ограничения в использовании методики. В связи с тем, что в настоящее время ни один метод лучевой диагностики не позволяет нам достоверно высказаться о природе малого образования почки, и в связи с тем, что большое количество из них все-таки являются доброкачественными, европейским обществом урологов определена следующая тактика ведения пациентов. Для пожилых людей старше 75 лет серьезными сопутствующими заболеваниями рекомендована тактика активного наблюдения. Это только касается малых форм почечноклеточного рака. В остальных случаях, особенно при размере опухоли более 1 см, рекомендована через кожная биопсия. При подтверждении злокачественности предпочтительная резекция. В некоторых случаях возможны активные наблюдения. В последнее время появилось много публикаций на эту тему. Оцениваются результаты после активного наблюдения пациентов через несколько лет. Однако все-таки в основном делаются выводы, что после резекции результаты лучше. Также активное наблюдение может быть пациенту назначено в данном случае в зависимости от степени злокачественности опухоли по фурман и ее типу. В то же время существуют публикации, что при чрезкожной биопсии невозможно достоверно оценить степень злокачественности, и она не совпадает с уже послеоперационным исследованием гистологическим. Последующее наблюдение с помощью абдоминальной МРТ или КТ показано через 6 месяцев и затем ежегодно, если не происходит увеличение темпа роста. Показано, что рост образований составляет около 2,5 мм в год, однако допускается до 4 мм в год, и если не изменяется морфология образования. Рассмотрим несколько клинических случаев из практики. Пациент, мужчина, 64 года, был направлен к нам на МРТ и всего тела гематологом в связи с периодическим возникающим лейкоцитозом крови. Выявлено образование левой почки, имеющая гипоинтенсивный МРТ-сигнал на Т1 и гипоинтенсивный сигнал на ФИЕСТ-ФАЦЭТ, которое характеризовалось с ограничением диффузии, при этом коэффициент диффузии составил 0,9. А также этому пациенту было выполнено МРТ с контрастированием, выявлено незначительное контрастирование внутренними перегородками, и после была выполнена совмещенная ПЭТ-КТ. Наблюдалась гиперфиксация радиофаропрепарата в данном образовании. Кроме того, была выявлена регионарная лимфоденопатия, также с гиперфиксацией радиофаропрепарата при ПЭТ-КТ. На данных слайдах этого нет, но все это послужило предпосылками к тому, что пациента прооперировали, почку удалили. Был выявлен почно-клеточный рак в третьей степени злокачественности по Фурман, также метастазы в регионарных лимфатических узлах. Следующий случай. Пациент, также мужчина, 78 лет, в анамнезе у него рак легкого, состояние постсилобоктомии, метастазы в регионарные лимфатические узлы. Был направлен на эмородифузию всего тела для исключения метастазов, в первую очередь в костях. В костях метастазов ильно не было, однако мы увидели образование в почке гипоинтенсивного сигнала на Т1 из-за слабо гипернафиестов от Сет. Также с признаками ограничения диффузии, при этом коэффициент диффузии составлял 1,2-1,4. Прошу прощения, это из другого случая. Также оказалось, что пациенту 5 месяцев назад была выполнена замещенная ПЭТ-КТ, при этом на фоне физиологической экскреции радиоформ препарата было невозможно оценить метаболизм данного образования. В связи с тем, что у пациента неблагоприятный коморобидный статус, он был отправлен под наблюдение. Также оценивалось, что 5 месяцев назад размеры образования при ПЭТ-КТ были сопоставимы с размерами на эмородиффузии всего тела. Следующий случай. Пациентка, женщина, 77 лет, в анамнезе у нее гастроинтенсиональная астромальная опухоль, которая была выявлена по результатам гистологического исследования после удаления образования брюшной полости. Направлена на эмородиффузию всего тела для исключения рецидива или каких-то остаточных образований, которые также были выявлены. Но, кроме того, в почке было выявлено гипоинтенсивное это единообразование из-за интенсивной на фиеста фацет. Как раз-таки, прошу прощения, здесь ошибка в шапке, но это ее компьютерная томография, при которой наблюдалось увеличение плотности образования после контрастирования более чем на 20 единиц Хаунсфилда. В последующем пациентка была переведена в другое учреждение, ей назначена химиотерапия по поводу основного заболевания, после чего также в другом учреждении выполнено совмещенное ПЭТ-КТ и гиперфиксации радиофармпрепарата в данном образовании не выявлено. Таким образом, эмородиффузия предоставляет дополнительную информацию, которая может быть использована для планирования лечения пациента, что является более значимым при невозможности внутривенного контрастирования. Однако, несмотря на много обещающие результаты, в настоящее время эмородиффузия не обладает необходимой чувствительностью и специфичностью и предпочтительно использовать ее при рутинной МРТ почек или живота, чтобы оценить и другие импульсные последовательности, а также динамическое контрастирование. Для повышения надежности эмородиффузии необходима стандартизация критериев отчетности и протоколов обработки изображений. Дальнейшее изучение развития и стандартизация протоколов пример диффузии и комплексная лучевая диагностика и внедрение диагностических алгоритмов помогут уменьшить число ненужных биопсий и хирургическое лечение у пациентов с малыми образованиями почек. ПЭТ-КТ совмещенно имеет ряд ограничений и в настоящее время не рекомендуется также европейским обществом урологов для первичной визуализации и начальной диагностики почечноклеточного рака. В настоящее время ведется разработка новых радиотрейсеров для ПЭТ-КТ, есть публикации на эту тему, однако также противоречивые данные по ним и необходимые более длительные исследования с большей выборкой пациентов для определения их истинной ценности в диагностике. Спасибо за внимание.